В эфире «Утро» Карачаева Черкесия на телеканале «Россия». Всем доброе утро. Как не стать жертвой мошенников и как понять, действительно ли поступил звонок из банка или вас вводят в заблуждение? Существует ли специальный счет Банка России? Как опознать телефонных мошенников? И что делать, если вы уже стали жертвой мошенников? На эти актуальные вопросы сегодня в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой ответит управляющий отделением Банка России в Карачаево-Черкесии Дмитрий Мичеряков. Доброе утро всем. Доброе утро, Дмитрий. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Тема у нас сегодня «Ахти какая актуальная» – телефонные мошенники, обман по телефону. И, знаете, сейчас очень часто Банк России фигурирует вот в этих делах о телефонных мошенниках. Практически каждый день мы слышим, что среди родственников, среди знакомых, вроде как бы и таких, знаете, людей, которые как бы и не пенсионеры, и как бы подкованы в этом вопросе, все равно они попадаются в эту ловушку. Что надо делать? Как бороться с этими телефонными мошенниками? Спасибо, что пригласили к себе в студию. Отвечая на ваш вопрос, прежде всего нужно быть максимально внимательными и чистоплотными по отношению к той информации, к тем персональным данным, которые вы располагаете о себе. Если к вам позвонили и на том конце провода просят сообщить какие-то персональные данные, информацию с вашей банковской карты, номер карты, CVV-код – это три цифры на оборотной стороне карты. Сразу насторожитесь. Банки, представители правоохранительных органов, государственных структур или Центрального банка никогда не будут требовать от вас эту информацию. Более того, мошенники всегда стараются запугать свою жертву, либо же чем-то очень сильно обрадовать. Так это величайшие психологи. Ну, естественно, те алгоритмы, по которым действуют мошенники, я думаю, они прорабатываются в том числе и людьми, которые имеют соответствующее образование. И основная задача мошенников – вывести вас из нормального, спокойного эмоционального состояния, либо испугав, либо наоборот обрадовав. Для того, чтобы вы перестали адекватно воспринимать и анализировать ту информацию, которую они вам доводят. Как только это происходит, вы переходите исключительно в эмоцию и отключаете логическое мышление. Как только это произошло, вы полностью в их руках и сообщаете те данные, которые при обычных обстоятельствах вряд ли бы сообщили. Поэтому прежде всего, если вы чувствуете, что вас заставляют максимально быстро, в сжатые сроки принять какое-то решение, осуществить какие-то действия, бросайте трубку и не тратьте время на этот разговор. И еще ходят какие-то разговоры о специальном счете Банка России. Поясните, что это такое? Это одна из мошеннических схем, которую используют злоумышленники. Она в основном реализуется в три этапа. Сначала человеку звонит представитель кредитной организации и говорит о том, что в настоящий момент времени на этого человека оформляется кредит. Просто проинформировав. Буквально через небольшой промежуток времени поступает второй звонок. В этом случае злоумышленники уже представляются сотрудниками либо правоохранительных органов, либо подразделения безопасности, либо центрального банка. И говорят о том, что для того, чтобы этот кредит не прошел, мошеннический кредит, необходимо оформить кредит уже достоверный, настоящий, на точно такую же сумму. Либо в личном кабинете банка, либо непосредственно в офисе. И просит человека, как только это произойдет, связаться с ними по соответствующему номеру телефона. И третий шаг в этой схеме. Злоумышленник представляется сотрудником центрального банка и говорит, что для того, чтобы эти деньги, которые были получены в качестве кредита, не были похищены, необходимо их перевести на специальный счет, депозитный счет в центральном банке. Могу с полной уверенностью сказать, что центральный банк не занимается обслуживанием физических лиц как таковых. В соответствии с законом о центральном банке, таких полномочий у Банка России нет. И соответственно, какого-то специального депозитного или иного счета у физических лиц в центральном банке просто не существует. Поэтому и сотрудники Банка России граждан по таким вопросам не беспокоят. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы русской редакции. В 14.30 «Вести Крачево-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин